Вот этих флагов раньше не было, но их повесили, видимо, к празднику. Сейчас немножко приближу. Дорога очень не томительная. По пути, может быть, буду что-то снимать интересное. Проехала уже 30 километров. Движения бурные сегодня. Вот сейчас, кстати, вот выдалась минутка, когда практически на дороге. Молкуток садишься, все дло и начинается. 45 километров проехал. Кстати, чем дальше, тем пола не реально. У нас еще 40. Да, нет, 35. Больше половины пути пройдено. Машинка здесь еще пиновая. Кстати, это отвалилось. Кстати, сюда когда ехал, уже в обратную сторону ехали военные машины. Странно. То есть, грубо говоря, меня обогнал только два человека. Это женщины. Я выехал. Где-то в 9.30, а не в 10. Я еду медленно, но почему-то меня никого не догоняют. Такое удивительное. Такое здесь движение. Асфальт как столовский, оно хорошее. Асфальт такой чистый. Видимо, дано положено. О, тут не горка, 6 градусов. Ага, какая. Тут 6-7 градусов. Такие, тяжелые, появятся. Мои ходы. Какая здесь красота. Это вот вообще. Балденные пейзажи. Даже несмотря на то, что ехал лежит. Коталось бы, я 25 километров. Нет, 30 километров. А вот подъем 8 градусов. 8 процентов. Я, правильно говоря, не знаю. Видно или нет? С этой горочки здорово слетело. Съехал, не упал, съехал. Очень красиво, очень здорово. Запыхался, конечно, но... Ну, с горочки ехать. А там подниматься что-то, скажем. Такой замок. Обзоры. И вот по этой дороге шли наши бойцы. И вот на велосипеде, наверное, 6 часов, 3-7 часов. Ну, кто-то 5. А не пешком. По морозу. Жесть. Смотрите, какая как раз это озеро Налилы Ябр. Вон там догоняет велосипедец еще. Велосипедец, не знаю. Красота здесь, конечно, неная. Так, доехал до сада памяти. Здесь будут сажены деревья в честь погибших. Года граница. Смотрим. Героический бой на племянной дивизии. Основиджим наступление немецко-фашистских сократчиков на Мурманске в сентябре 41-го. С перечень фамилии. Минок упал. Мне осталось порядка 5 километров, но какие тяжелые эти последние 5 километров. Как обычно. Еще и небольшие проблемы с велосипедом. Да. Да. Я как-то обратно доеду, не знаю. Буду медленно. Вот так вылезает память. Есть. Три штыка на улице. Ближе подошел. Такая красивая природа. Рядом. Такой еще померял. Берет за пляре. Даже сейчас выграюся. Не буду близко подходить. Здесь уже просто. Так, еще памятник. Прутик остановись, поклонись, вспомни, здесь покоятся войны. 6-й героический батарея. Погибший на ровно боюсь, фашистами. В Дубле 41-го года. Сейчас сходим, посмотрим. Вон там памятник. Тут описание. Вот чем хорошо ехать, но и успеть. Можно остановиться, где хочешь, выйти, где хочешь. И смирить, что хочешь. Ломпадка даже горит. Фамилии. И венки, как всегда. Вот такие спуски. Если видно, вот таким спуском едем последние 25 километров. Тяжело, реально тяжело. Но он этого стоит. Красота. Снега еще много здесь. Осталось ехать. Здесь порядка, ну, около 10 километров. Вот такой памятник. Не знаю, что это значит. Но он. И где погиб 2 декабря 15-го года. Ну, ладно. Лучше напомнить. Такой не водал еще. Берите, вот да. Еще немножко осталось. Пиво не купили, просто надо. Пиво не купили. Пошли пешком, остановились мы где-то за 5 км от самого моряла и вот идем 5 км пешком на велосипедах Это не странно. Вот сюда мы шли идем пешком, а вместо полянки нам идти 5 км. Почему-то у них традиция идти пешком, я не знаю почему от их полянки, я первый раз с ним езжу, но мне понравилось реально. Путь довольно сложный, особенно посреди 25 км. Подъемы 8-10 градусов и довольно длинные, по полтора км и тяжелые. Как бы вверх-вниз, вниз-то хорошо, а вот вверх колесить. Отлетели у меня шатунов две гайки, но не гайки два болта. Завтра у меня будет ехать очень тяжело. Переключать скорости практически вручную, так как там, где не затянуто, правильно не переключается. Цепь просто заматывается, там застревает. Мне приходится наливаться, вручную поправлять, ехать дальше. Привет домой, сразу надо будет чинить, менять звезду. Ну звезду я заказал, она придет где-то 10 мая. Сразу поставлю новую, среднюю мою основную, закажу малую и большую, и у меня будет успеть как новенький. Все поменено. Только я не боюсь, что у меня цепь опять придется менять, так как все испорчено будет. Вся эта ерунда, ладно. Так вот туалеты поставили. Поставили они или нет, но когда я последний раз был здесь, мемориал обновляли. Плитку ложили, там еще что-то делали. Хуже чем в еженый велосипеде. Они уже подошли, уже вложили газники к мемориалу. Сейчас я к ним подойду. Сейчас там портовые 100 грамм и пойдем спать. Фотографируются из меня, как обычно. Некрасивая природа. Вот сама долина, где происходили боевые нести. Пашисты наступали, а наши встрилились вон там. Вот, не знаю, вряд ли возьмет объектив. Ну тут надо быть, чтобы все посмотреть. Красотища, конечно, но... Ой, вот здесь тяжело, холодно. Прррр... было. Идем вдоль реки Западная лица. Кстати, на берегу этой реки у нас расположена водяля. Смотрите, как красиво. Хотя она не видя такая. Там с нами она еще вся вольду. Вот здесь такой бурный чечень. Машина. Какой-то отличный лагерь. Не звали. В велосипеды стоят. Там еще куча велосипедов. Там, да, есть шашлыки. Сейчас пойдем. Есть шашлыки. Да. А где вы ходили, если чай здесь был? А где вы ходили? А где вы ходили? А где вы ходили? Что вы ходили туда? Вон скрекладбище. Так написано там. Там в ходе было. Здесь поедешь. 72-го, как разоминной, в морской службовой бригаде. Боякз 3270 мы там посели. Я не знаю, что это слухает. Ух, куда вы ходили? Любови. Буд. Ух.